будете смотреть мини надо вот эти кружочки дополнительно по сути это реальности в которой мы находимся первый кружочек вот этот вот наша душа может попасть в материалистическое мировоззрение называется бога нет и вот там вот потихонечку темнеть или набираться знаний набираться набираться в конце концов пока она столкнется с проблемами то ли а то ли бета лица и посмотрит что наука не помогает ну естественно куда мы бежим если ничего не помогает господи помоги называется да в религию это второе направление их много этих религий религия ри это повторный лига объединение лига знак и я это я как бы вторичное объединение да то есть если первое это знание без любви которые любовь без знаний если вы будете смотреть на те любая идея продленная в бесконечность приезжает к своей противоположности идея революции какая была супер куда приехали была свобода кончилась террором сейчас он очередная свобода обычно если мы что-то сильно хотим и долго идем то придем противоположно если спереди начал так сзаду придешь поэтому понятно что если уже и бог не помогает или что там не помогает до любовь туда что мы идем туда и бабки экстрасенсом к магам магия да магия это сила без знаний тут что важно понять конце концов что все эти видите между уровнями праве яви славе и на вида есть такие внизу мир ну как бы темный мир там сознание в же ничего плохого в этом нету еще раз и стул это неплохо там просто сладко молодого сознания то есть расширяя сознание вот поэтому там миров много но я не буду говорить даже на нашей планете как бы есть материальный мир это темный на стихии по сути еще такая магия то использование сил тьмы для достижения результата в материальном мире то есть я иду знаю какую-то силу какую-то психотехнику какое-то что-то и опять таки я не хочу сказать что знание это плохо или религия это плохо или там магия это плохо да если мы посмотрим даже вот христианство взять то тот же и пророки они магами были до хлеба там и так дальше и знали очень хорошо и и и духовность имели то есть они владели всеми но основная фишка что если только это то все что мы здесь получаем без любви скажите все что без света это что это тьма то есть мы темнее как бы мы ни старались туда подняться говорят раньше путь был через религию до путь святых можно любить любить и выскочить слов через вот это говорят сейчас этот путь за не знаю я не специалист в этих вопросах то есть для простого смертного смертного а сюда святые не приходят как говорится да да мы изучаем тот путь который доступны для любого человека этот путь был указан еще 2000 лет назад он называется серединный путь но он раньше как серединные указано 2000 лет он назван был возлюбив путь любви то есть дорожка к творцу идет через вот эту дорогу как говорится узкая дорога широкая дорога ведет не туда и поэтому побегал побегал побегала душа получила разный опыт на в конце концов прибегает туда где все-таки дорога есть и потихонечку начинает идти пути любви поняли и мне здесь понравилось такая вот высказывание что не высказаны как бы аксиома да что сила духа сила тела сила ума сила знаний то есть любая сила без любви это сила тьмы то есть надо почему и говорят что иногда духовность так затемняет человек особенно найти такой духовный снобизм прочитал три книжки три раза помолился да и он же умнее всех остальных потому что страны все грешные он святой вот это конечно лупит очень хорошо летишь туда вне вниз читаешь себя светлым вот эти братства так появляются на верю берем берем кончаем самоубийство поэтому вопрос духовности это классно духовность это просто знание законов то что ты знаешь законы это еще не значит и святой просто имеешь информацию о том какие они есть а вот связующие между материальным телом и духовным разумом находится в то душа вот как раз в душе и находится чувство который сигналит реализирует если светлое чувство значит к северу идем ну то есть на наш них севера свету да там всего два полюса на свет и тьма другого нет и весь вопрос так что нельзя теперь тьмы можно все можно да иногда и нужно да и можно же надо разозлиться нужно иногда разозлить надо было тут эскаватор остановить заметили там эти пикетировщики сами же выскочили пацаны это провокация чего делаете да и просили этих беркутовцев ну не злиться потому что только раз злости только злость можно породить то есть или это недоумок ну то есть это тоже душа просто если его поведение неадекватно или неправомерно знает что делает неправильно но задание получить то есть соблазнился какими-то вещами такая же душа получает опыт как и другие все этом сам то есть уловили фишку как узнавать правильно или неправильно я иду и так дальше да мне когда-то виктор михалыч видишь когда-то такую хорошую модель то есть уже понял если два полюса то как разобраться я к свету иду или к тьме даже я все-таки иду мне понравилось это вот этот человек неправильно делает почему ну вот он не соблюдает то что мужчина должен делать иногда да и за это правильно и помните если женщина не следует мужчина не служит тут уж должен ей показать что на себя не уважает чем как он просто не может другого и поэтому иногда как говорится ради света вот 1 я классический такой пример покажу до следующая это человек но человек это что вот они эти батарейки надо знать и правила энергообмена либо животные энергии мы тогда маленькие обезьянки обижаемся злимся либо божественной или человеческой энергии ты дамы люди эти дамы растет с любовью то есть а наша задача научиться все ибо может быть видео уже не видит дружбы видит виде любви мужской и женской виде любви к маме виде любви к ребенку то есть любви мод много говоря да очень то снова хорошие есть лекции там 7 видов любви почитайте очень полезные особенно для тех кто хочет вступить во взаимоотношения и посмотри что там твой ум нарисовал в отношении мужчин на потому что обычно ум выставляет параметры да и потом сравни попался тот здесь закрыто даже свое пришло у него не метр двадцать метр девятнадцать все уже то есть не метр девяносто восемьдесят девять уже не мой потому что ума все это бы параметры да а душа извини душа есть и любит какое бы оно ни было я его люблю табачи в каращиха ему пололазать вот поэтому задача какая вот это мы никогда не ошибаемся если это закрыто практически всегда можем он не ошибиться но очень маленькая вероятность можно нечаянно на слух поехать на зеленый с таким же успехом можно вообще не слушать просто ехать на там как как повезет вот точно также и в супружества как повезет сходи сходила ой не повезло но урок получила куда сходила именно туда где нужен был урок потому что притянуло как раз то что что было внутри не поняла этот на тебе следующий господи тут много мужчин много женщин но получишь своего хочешь получить опыт одиночества как страдания дело добровольное пожалуйста получать то есть и дальше тема пара то есть творец душа человек дальше пара задача пара кружочком изображено все три вот эти части понять создать те взаимоотношения которые построены на пространстве любви ну то есть на энергии любви и тогда в семье создается пространство любви пары куда приходят дети то есть вот есть мужчина вот есть женщина они на этом не на животном потоке не кормят не доятся понятно что не дать поддаиваются бывает такое и задача какая создать пространство ребенок приходит в таком пространстве шо тут начинается понятно предназначение родителей не дать снизить светлость ребенок появляется вот уже тема семья если там светленько он что он получает то что должен получить ребенок защиту и безопасность любого виде защиты и безопасности пока он получает навыки через какое-то время вот эту энергию бурлящий ребенка вот это воодушевление ребенка давно что трансформируется в какие-то полезные навыки через какое-то время взрослеет его сознание чуть-чуть поднимается его учит принимать решение и так что на любую задачу один ответ притом только такой какой в конце а в жизни на одну задачу например как заработать деньги сколько ответов то сколько он сколько найдешь чтобы ее при этом сколько угодно да деньги ну поэтому а нас учат только по одному задача родители набрут дать альтернативность то есть по сути задача родителя из зоны выживания подготовить ребенка в зону жизни если бы она хотя бы знал зоне выживание мир ну враждебный зоне мир дружелюбный да здесь надо что здесь надо бороться а здесь надо научить способы в этом случае из навыков либо драться либо убегать надо учиться да а здесь что альтернативы ты здесь рецепт это здесь альтернативы рецепты убежать все жестко 10 терминирован если сильнее меня текай если слабее нападай паук упал мышу первую очередь хлопнуть и потом разобраться что это такое а во втором варианте да я готов к любому варианту да тем более могу еще с десяток подкинуть почему потому что я их беру с того же паука что мне мешает а мне и так поэтому чтобы на меня не напала если ребенок готов к чему все угодно для него все приключения а там все проблема надо либо текать а это беспокойство до хочется как-то сидеть он приходится текать с одного места на другое или сражаться поняли соответственно уже дальше уровень мировоззрения это уже идут цели ценности для одних цель ну то есть какие ценности у нас они вытекают из того кем мы себя считаем и в конце концов появляется миссия жизни зачем я сюда пришел миссия это зачем мне нужен миру выше самый высокий уровень это зачем мир нужен мне кто он такой и в зоне выживания мир джунгли я там рыбка которая текает или акула которая поедает у каждого как бы свое видение там едва варианта либо я меня едят либо я ем дай выживание выживание в сами понимаете выживает сильнейшая акула я тебя с хавой пока не встречу следующего куб и собственно для для чего мы знания помните мама говорила быть сильный будь лучший радуй меня старайся и торопись быстро не то что старайся быстро старайся по всех параметрах быть сильнее ведь это самое тогда не меняя своего когда сознание достаточно понять просто смотрите меняется парадигма и там от проблемы я текаю или борюсь не а достаточно представление о мире поменять что проблема привезла мне и решение то я просто не мустая лука я просто знаю что она там есть какое не знаю когда ко мне приходит человек на к вот ты не видишь какая у меня там вот конечно нет куда я знаю детьми туда залезть надо зачем у меня свои уроки есть да хочешь вместе проведем да это уже будет как бы энергообмен это же консультация это уже работа будет мне приятная такая работа сходить с тобой посмотреть потому что я там что-то себе найду за одной тебя научу ну поняли да почему я вот информацию распространяю да заберите сколько угодно она не моя ну она пришла оттуда но там где я тружусь там я энергию вкладываю лишь там платно это правило энергообмена что если я отдам и не получу то я истощусь а ты обесценишься и самое главное что тебе придется все-таки заплатить потому что ты получил значит на счету потеряешь поэтому здесь все-таки хоть знаешь о там для тебя скорее всего будет неожиданно поэтому как говорят что всегда поэтому дети сюда приходят куда себе для чего ну чтобы не пониже уже приходят с камушками не загружаются с прошлой жизни там позапрошлить до от родителей про 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 пришел сюда и что в задаче что тоже с чем родители не справились справиться но до того как для этого ему надо повзрослеть навыки а в первую очередь выполнять какую функцию тренер родителей и как ребенок тренирует родители то есть я не знаю когда ты когда творец решил такой алгоритм ввести может и раньше такое было да но сейчас это очень наглядно выглядит то как строптивых родителей вот не хочет он менять свои представления вот сволочь у него там кто-то не такой если бы не собирается менять уже в него почка этого же жизнь свою готова дать но не не это самое не очень гусево понравилось двое такие истории говорит всегда когда зовут что нужен врач самолете или в поезде я иду он профессиональный врач подхожу сидит женщина задыхается плюс дышать уже не бойся побледнела там ну что там мне у свой чемоданчик этот давление померил там еще инфаркт был горит даже второй так дальше нашу обида внутри тени и тенеет и так дальше на говорит для тебя череп то есть как не уговаривал нет до харькова кстати до харькова доехали скорая забрала что с ней даже не знаю иди второй вариант в самолете уже летел с москвы где-то тоже парень муж мужчина кремень такой дух воин тоже аналогичная ситуация сразу под сразу видно поэтому самого беда тоже тот же вопрос традиционный рецепт один на сегодняшний день вот раньше если нам сделали больно всегда был ответ око за око зуб за зуб дуэль вместе было ну она красивая была это шо шпаги до клац или значит и кто-то фильтровал десять раз базар прежде чем там думал от базы над этим прежде чем вот по возмущаться на потому что знал что я могу одно одно но я просто достану перчатку и просто всажу тебе эту шпагу дашь думал что говорил да и таким это образом как-то отфильтровывалась как достоинство держи себя в достоинство если уже вышел да ты же уже не ну как сказать не уровень ребенка подростка да ты взрослый человек и и там свои понятия нравах там и тогда что как не запрещали но все равно достоинство есть достать а сейчас что мстим вместе с некрасивая сейчас любимым развлечением взрослых в кавычках является непрощение то есть обиделся и теперь я не прощу а что такое непрощение раньше шпагу на и повоевали а сейчас шпага находится внутри тебя и грезет тебя это я вот этим как это говорит аж ходили свататься да когда-то в детстве смеялся такое и дурачок какой-то местный влюбился в красавицу попросил там дядька своего чтоб сватом выступил пошли свататься те естественно как вы врубились бежала лань забежала к вам тут наш охотник то какой охотник до арбузов сразу ему выпроводили выругали выкину дурачок пришел на такой красавица жениться и дядьку побили там за то что вообще не так ну такой на это я им отомстил а какая-то я им нагадил среди хаты это чушь никто не видел а я в штаны вот примерно что-то так только мы не среди хаты кому-то гадим да да себе среди души нагадил и отомстил кому-то и хожу теперь с нагажены чтобы ему хуже было ну примерно так что такое обида то или злость или там непрощение этот сам себе нагадил и ходишь там лет двадцать и как не можешь там папе простить или маме простить что когда-то там кто там сказал портфель не дал там или еще что-то такое да и мы это делаем неосознанно глупо говорится такая вместе вы как поменять представление а самолетом этот мужчина нет не это только хрестик увидел ну думать на верующем одну какая-то надежда это самое было веришь туда ряда верю отказался действительно но не фанат но верующий церковь ходит там что-то там где-то что-то имеется он говорит слушай а ты знаешь есть такой день прочтенная суббота воскресенье суббота туда ряда знаешь зачем этот день ну в этом прощай нет горит ними прощаем вообще по ритуалу по традиции да этот день мы разрешаем богу принять решение за нас он лучше умеет это делать и в этот день мы приходим на говорим господи я отдаю тебе вот ты решают как решишь так и будет этот упрощенный воскресенье не понимаю почему это не сделать прощенный год или прощенную жизнь дано по моему это самый лучший способ ну как минимум больше знает у него больше возможности если он уже решил показать то он накажет и без тебя но если ты уже веришь в христианстве там наказан наказание есть и тогда вот а если бог простит учет тебе там ходить с этой обидой тогда кто-то подумал да и смотрю лицо началось розоветить одессе на ритуши отдай ему а и он решает от мне так легко стало доехал встал даже не понадобились когда уже приехала скоро это он стал и пошел и тогда ну то есть вы поняли вот как сделать вот та женщина нет все помру но не сдамся ну и поумерла что там дальше будет ну есть версии вот я ее говорил рот смотрит пришла а чё пришла чё ходила прощать и любить а чё делала не прощала ну там по новой не научилась не зачет на второй год на вторую жизнь новый аттестат новое тело новый ноутбук чуть-чуть почистили новую семью или может быть даже в этом на второй круг знаешь это жизнь может крутиться крутиться пока пока наконец она тебе не понравится поэтому не переживайте не в этой так следующий своего любимого вернуть если он ваш и поэтому когда двое или трое во имя мое то и я среди вас а если кто-то из вас обиделся животное включил я посмотрел я там не нужен но и пока разбирайтесь получайте опыт если надо позовите но как звать не словами а чем душой да что-нибудь красивое сделать помолись поблагодарить ну поняли идею или он вспомни ребенка выпусти да я приду только позови на чем мне не прийти мне нет никаких оснований не приходить потому что собственно говоря мне вообще ничего не надо для этого делать я уже пришел даже помните если мордочку голографическую разрезать то она уже там весь вопрос ее видеть не хочу твоя проблема он не страдает и я вот когда-то понял что собственно 10 заповедей этот завет с творцом и звучит он нам же решать типа не делай этого то бог тебя типа наказывать не будет с точки зрения большой момент у меня никакого смысла нет наказывать свои клетки я не настолько дурной правильно то есть явно что это не условия хотя если внимательно читать то это вот как бы творец поставил условия что я должен делать иначе он меня любить не будет глупости да он всегда любит но если ты хочешь услышать то не сотвори кумира не укради да не там прелюбить действие не желает там вот если ты это делаешь он приходит если ты хотя бы одну кнопку не нажал он он уже тут ты просто не видишь ну там глаза открой да проснись да ну типа такого то есть уловили идею да то есть по сути это список условий но не тот который выставляет он который который тебе надо выступить чтобы ну как знаете как-то голову повернуть и так дальше и так дальше и поэтому как воспитать таких родителей которые хотят ну то есть заигрались и забыли вообще уже этого опыта не надо он уже зашел за пределы вспомнить отклонение от пути имеет определенные как бы границы то есть мы обычно вот так где-то болтаемся тут болячку подхватили назад то есть если недалеко заходим вот из зона неприятностей зона болезней и зона смертельных болезней а вот это серединный путь тут крайности от крайности до крайности дату любим без конца то ненавидим без конца в конце концов мы где-то попадаем в этот срединный путь и по срединному пути пошли уже до дому погуляли поработали дома тари родимый дом вот такая наша путь правда вот этот путь занимает мужчины обычно если разгоняются куда-нибудь женщин не слушаю да и пошел туда добрался сюда и прется дальше вот как его остановить чтобы он не помер вообще нужен еще не выполнен миссию а уже в болячку лезет уже там подваливается что-то и так дальше элементарно дети лекарства зовут более крутую душу нашел полечен полечен первый вариант это просто не приду здоровые мужчины и женщины все еще болячки нету да только неприятности валятся они типа такие порядочные интеллектуальные 18 образований две диссертации на каждого на каждый палец на все такие умные приличные а любите друг друга тайном как-то не никогда зачем нам любить это не главное главное успеть что успеть любовь как-то в это время не в почете было это не модно не кто-то увлекался как хобби тоже не было смыслом жизни на остальных так вот так как-то пара по расчету как их лечить дети не приходим охотиться там же смотрят на что завязка идет все детей хочется они любятся мне когда-то дали такую аналогию да то его заморать душа решает сюда не идти может просто боится сказать если здесь света нет а то что там тима ты туда пошел уже подошла они не пойдут почему это же как надо нас любить чем к нам приходить снять виду вы решаются же дети рождаются сейчас но не заметили сейчас они другие не светленькие да то есть обычный уровень не пойдет но давайте крутые где-то со слави оттуда с верхних уровней нашел пацаны приходите потому что пришло время тут накопилось уже столько породу за вот этот период тысячелетия там простое как говорится бессмертные не справиться да я надо непростых бессмертный пункт появляется чудо такое или не появляется родители что только не делает врачи там книги читают молятся ты молишься даты полюбили вся молитва да не мозгами молись чем душой молись это включится она и так дальше не 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 доходит не доходит в конце концов шо уже другого выхода нету там три подсадки срывы идут там и тогда денег куча выкинули где-то кончаются деньги за 1 материальные привязки отвязываются конце концов плюют на все идут детдом берут ребенка и через полгода на беременеет почему потому что ребенок дает любви они уже вдвоем как-то где-то какие-то проблески между ними правильно а ю ю ю си 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 ребенка шпрет такое мама дорогая тут бах свое добавка тоже твое просто другим способом пришло и потом второе а потом третье боже уже не видит три спирали да и двойники двойнято родились твою мать душа если решит его надо платить это микки спирали не сдержит это первый способ трое-то болезни детей раз заболел ребенок потемнел ребенок идет на спасательной операции я не не занимаюсь этим вопросом я смотрю семинары минина их сейчас много уже такое на целая куча случаев делают там дцп там всякие неизлечимые болезни папа с мамой наладили отношения все ребенок тут же выздорове смысла нет у вас лечить если если мы здоровые поэтому дети физические болезни детей это не физические болезни детей это духовные болезни их родителей и кстати вы посмотрите а в детстве когда вы болели я очень часто когда между родителями начинались и так дальше до или кого нету дома надо быть заболеть тогда внимание начинается и тогда считались ну и так мы воспитываем своих родителей поэтому воспитателями родителей являются дети мы пытаемся их восходящее питание давать у нас нету его нас нисходящее истощение дети нас воспитывает или светлеть начинать воспитать детей может только бабушка с дедушкой при условии что она стала взрослой посветлела помудрела и тогда она может дать ребенку что-то что действительно повысит его светлость родители могут только снизить светлость ну по крайней мере нынешний почему и говорят что если тебя детство было не такой счастливый это хорошего родителя с тебя не вообще не поведи психоаналитику где к специалисту чтобы подкорректировал мусор повыпускал заметь это же несложно да вот такая операция раньше это года психологической работы а сейчас время другое и нам эти способности открыты мы сейчас легко видим образы проще ты некоторые люди сюда приходят от он дальнобойщик никогда в голову не приходило а тут опа он гуляет по каждому видит всех так он просто обнаружил что оказывается у него есть такие способности тогда нигде некие тренинги за руль это и поехал на семье вот такое пока она не сказала что ухожу папа сидит здесь она удивилась да потом оказалось еще разбирается еще и лучше чем хотя на годами там занималась он там три дня посидел способности такие были у человека но не могли между собой включить вот эту батарейку но если родители уже взрослые со временем как говорится натерпелись на терпели то есть влюбленность превратилась там же такие булыжники на этом самым ребенок до этого мы смотрим любили вроде как бы своим делом занимался тут бах родители уже потухли как говорится да же и как бы и хочется но пластмассовая какая-то жизнь приходишь домой как чужие что с ними делать как их страхнуть непорядочные добродетельные там церковь что-то носит что-то хорошее делает но уже без чувств на одних знаниях надо по правильно и спокойно что это я счастливый мне все нормально конечно нормально почему он уже забыл что такое счастье если нету несчастье то это нормально а в счастье тут ребенок уже забетонирован там внутренний там такой слой асфальта все разочаровываться как решил не разочаровываться это лучше и не мечтать только разочарование не думая хорошим до плохое пройдет тоже и не думает тогда что ребенок водяра девки патефон наркотики папа родители снова общая цель появляется даже это начинает бегать крутиться и так глядишь вылечить их вылечили как только вылечились мне очень хорошо в этого клауса джоова посылание любви проблемы были с ребенком что он начал делать что не скажем не слушать а потом сбежала из дома так хоть под каким-то контентом хоть так хоть знал что ночью пришел и общеренный да то переживал просто что знала так что убежал и бог его знает что там с ним еще хуже ну что осталось так поскольку нету прямого контакта уже насилием не возьмешь осталось только один инструмент посылал это самое лучшее что ему сейчас понадобится и почему-то в ребенка перехотелось с этими друзьями куда-то по пропадали он пришел вернулся и наладились отношения это не значит они стали радужными но он уже видел что если появляется проблема то это мое непринятие ребенка таким какой он есть иногда женщина говорит вот я вот или там мужчина я вот развиваюсь а он отстает в чем не делать с ним обязательно с ним я святая я уже три раза эту технику сделала 4 урока вытащила каждый день включаюсь все я уже небесах а он ничего не делать за рулем сидит и тогда что делать мужчина если он не такой святой как как я виктор михайлов дали секрет прямо-то записывай первое что надо сделать принять таким какой он есть разрешить ему быть тем кем он хочет быть этот безответственно значит принять безответственно ты его любишь да тогда работаем если не любишь то ты знаешь что делать ноги в руки и ищи другого ну-ка разойдись по-нормальным по-людски включи поток и так дальше первое принять как есть второе дать ему время что такое дать ему время не трогать хочешь можешь помочь ему быть безответственно вообще лучше не трогать и третье показать результат ты ему что предлагаешь любишь покажи что любишь показать результат еще многие особенно это видно в там в развитии личности к тренинга так пошел на тренинг же все знаешь и всем пошел рассказывать как надо жить женщина там мужчина даже нашу за шкирку сядьми вчера были нормально сегодня ты уже мне рассказываешь да или наоборот а тут конечно обида я все знаю лишь только что тренинг рассказал ты не понял уже тренинг сказал что в единстве с любовью как-то она не слышится лучше делать и обязательно надо надо никому говорить и надо говорить и вот начинаем всем заставлять никому не говорить что надо говорить что не надо говорить надо или злимся на то что не злятся злиться нельзя правда все можно примите его злым пока не примите не поменяете принять это что увидеть для себя пользу и поблагодарить как бабушку и показать результат какой результат какую цель поставлю уроке что они всегда с целью ставится показатель цель что ты чего-то там достиг притом не для него а для кого для себя мне этот результат не надо чтоб тебе доказать мне нужно чтобы закрепить свой урок уже мне нравится мне нравится это чувство нравится чувство тоже не получил стратегия будет крытый будешь счастливы нравится и на закрепить чем платится купить что в этом плохого сходить где с девочками куда в клуб потанцевать заодно и найти кого-нибудь то нравится ну чего в этом чем плохой алгоритм успеха ты смотришь приключение какое-то идет туда по предложение делает потанцевать еще какой то есть покажи результат через какой-то в результат для тебя результат не для него то мы стараемся показать кому то что то что я сделал это правильно потому что надо ему доказать себе докажи будешь доказывать ему если еще не дай бог согласиться с тобой ты же потом будешь требовать с ним тысяч для него доказывал ты же для него борщ варила ты же для него пеленки стирал тебе же ребенок нужно тебе нужно было проверить то есть вы поняли идея поэтому это семейная породу что тут непонятно там одна простая вещь нашу каждого из нас есть родители у меня нет родителей так не бывает ну как они там умерли там еще убрала тело они как были какие тем более если оно было тело то их может быть и рядом и не было потому что не могли уехать куда поставить тебя одного когда тело исчезло это он сразу устал везде потом всегда с тобой в каком виде в энергетическом а как его увидеть попросить проявиться бах и стоит или стать ну мама или папа и тогда и чувствуешь все для этого надо только что открыть этот сканер не открыл ты не видишь первого глаза закрыть и вас не видеть но это же значит вас нет ну так и ходим по жизни эта тема рода обычно там есть свои уловочки я еще сегодня покажу то обычно говорят семья это вот семья я папа мама бабушка дедушка бабушка дедушка но это как бы в первую очередь здесь надо навести порядок ну как бы из то что из рода идет лет штаб дети если эти камушки здесь папа с мамой не проработали твои этого никуда свалится на тебя эти камушки притянут твою половину или кармическую половину или родственную душу или близнецовая пламя там целая наука есть кто кого притягивает естественно здесь организуется новая семья та 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 и ребенок получит что камушки отсюда и отсюда понятно что выдержать вот этот вот напор то нужно чуть-чуть покрепче душа правильно соответственно я так сильно хочу детям помочь но так хочу дети вот для них все готово очень помочь уберись десяток камушка уже ему легче стать все ты замечаешь ты меняешь у себя и ребенок меняет отношение к тебе что и представление неверная жизнь грешки вот это есть грехи карма вот она и карма к и душа такая карма нам непонятно какой магнит такой и прилипло что показал зеркало такая карма в нем ну что на ксерокс положил то он и откормила тебе положишь это другое другое дело что не свободно я пытаюсь положить она не ложится почему потому что слезы лезут 1 больно то я не буду и ложить она его в баню х себе там будет ну хай будет решение просто ты уже на всякий случай знаешь что она там просто так не будет наш растет наш кушать хочет а чем же она будет питаться все в тебе живет тобою как лист то есть либо пользоваться им как лист хотя это трудно сказать пользоваться злоупотреблять им как листом то дан паразит либо что сделать вытащить из него знания надуть его любовью гелиями отправить его и спасибо сказать что за эти знания тем более что они действительно полезны платится лишние тоже классная идея лежала в этом червячки чужие его везет когда он может там творцу вернуться наконец-то ты получить от тебя еще не время если торопишься пожалуйста было веревка продается любом магазине на способов сейчас придумано много как туда побыстрее сходить но это как-то не в кайф на хочется еще